Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья! Большой пламенный привет всем, кто смотрит и слушает первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в «ФМ-диапазоне». Это программа «Лучшее в стране». Александра Хайрулина. Я невероятно рада представить свою сегодняшнюю гостью. У нас в гостях, друзья, основательница бренда Якубович, дизайнер Ольга Якубович. Оль, добрый день. Здравствуйте, Саша. Оль, мы очень рады, и правда, повторюсь еще раз, видеть тебя. Сразу же всем нашим зрительницам и слушательницам особенно, ну и, конечно, зрителям и слушателям тоже вам будет интересно, я имею в виду мужской пол. Скажу, что у нас сегодня будут и показы здесь в студии, ну, правда, видео, ну и, конечно, мы посмотрим и покажем платье, потому что Ольга сегодня не с пустыми руками к нам пожаловала. В общем, будет много чего интересного, обязательно оставайтесь с нами. Ну, а я, прежде всего, должна сказать вот о чем. Если вдруг по какой-то причине вы не знали, хотя таких уже практически не осталось в нашей стране, но не слышали бренда Якубовича, однако, такое может быть. Но хочу сказать, что касается Ольги. Эта девушка знает абсолютно все про красоту, про моду. Она знает все про черный цвет и она знает абсолютно все про черные, элегантные, роскошные, красивые платья. Черного цвета будет сегодня много у нас, но этот цвет, он будет дорогой, он будет очень-очень богатый и ни в коем случае не грустный. Боже упаси, там какой-то траурный или что-то в этом духе, да? Да. Оль, начнем вот так сразу, я думаю, чтобы отсечь тоже этот вопрос. Я знаю, что ты на него отвечала ровно 2155 раз. А именно, является ли каким-то родственником твоим Леонид Якубович, ведущий, всеми любимый народный. Давай тогда, если ты устала отвечать, я отвечу. Нет, друзья, ничего общего, кроме фамилии. Фамилия, да. У него Леонид и Ольги. Нет, однако это родная фамилия, которая легла в основу этого самого бренда. Но здесь особое внимание нужно на вторую половину обращать, да, фамилии этой. Ну, расскажи, пожалуйста, у тебя это лучше, конечно, получится. Я когда размышляла о том, как назвать бренд, это достаточно сложный процесс, потому что ты, ну, по крайней мере, я, я планировала, что это будет масштабный проект, и это мое дитя, которое я вынашивала, и для меня это очень важно. И я думала, как его назвать, и очень мучительно. В общем, это как рождение ребенка, наверное. Конечно. И я думала назвать это просто, может быть, черное платье, black dress. Ну, в общем, это скучно мне показалось. И поэтому в душе мне не спасла ли эта информация, я думала о том, Якубович, Якубович, Якубо, Уич, Уич. В общем, я же так люблю эту тему. Уич, Якубо, Уич, это же и моя фамилия. В общем, это единственное меняется написание. И, в общем, мне очень нравится, что это как бы секрет, который внутри. И, в общем, это абсолютно то, что я предлагаю. Ведьма переводится это слово. Да, я должна сказать, да. Но, конечно, важно понимать, что речь идет не о зельях, не о колдовстве в прямом смысле. А это больше, наверное, какая-то женская магия в этом, да? Ведьма слово «ведать» означает. Ну, а в красоте что такое ведьма? Вы знаете, для меня ведьма — это, ну, вообще в целом, на мой взгляд, женщины, а не все ведьмы. Потому что, ну, кто-то это развивает в себе, кто-то это, наоборот, глушит. Но абсолютно все женщины, они очень чувствуют, они точно знают. Вот невозможно изменить женщине так, чтобы она об этом не узнала. Это тоже какая-то определенная чувственность и магия. Потом женщины, если они пожелают чего хорошего, не дай бог называется. Дружить с женщинами непросто, потому что она говорит одно, делает другое. И это все некий мой внутренний образ женщины-ведьмы. Потом есть вещи, которые с поколения в поколение передаются от бабушек к матерям, к дочерям. И это бесконечный процесс. Это и готовка. Женщина вкладывает в еду свою энергию, которую она передает людям, которых она любит. Женщина обращивает в себе человека. Это тоже невероятная магия. Женщина может любовью создать мужчину. То есть она может вселить в него силу, которая сделает из него сверхчеловека. На мой взгляд, это магия. И женщина-ведьма, вот это она. И я лишь облачаю этих женщин, на мой взгляд, в идеальные черные платья, чтобы это подчеркнуть и сделать из женщин-ведьм как бы идеальную картинку. Вот так. А черные платья — это палочки-выручалочки, как ты называешь еще свое платье. Потому что именно тебе удается правильно скрыть какие-то вещи, которые лучше скрыть. Или подчеркнуть то, что действительно природой дано. И то, что грех просто скрывать. И такие волшебные палочки именно за, наверное, эти функции твоих платьев очень-очень их любят, надо сказать. Очень приятно, да, отзывы женщин. А вот, Оль, ну психологи там, я не знаю, психотерапевты тоже туда же. Все различные коучерсы говорят, вот сейчас там такое время, тяжело, депрессии очень много. Старайтесь не носить черный цвет ни в коем случае. Пусть выбрасывайте его из своих гардеробов. И пусть у вас будет больше желтого, зеленого, не знаю, любых цветов, кроме черного цвета. Ольга же Якубович нам говорит, нет, все не так, наоборот. Все, здравствуйте, все цвета. Ничего не выбрасывайте, пригодите ко мне. Вот, и только черный. Пусть они у вас редком висят такие красивые. Ну вот давай, аргументы какие-то приведи. Я, во-первых, не слежу за модой, во-вторых, я не слушаю психологов, а в-третьих, я, ну у меня есть, ну, своя какая-то линия, своя точка зрения, и я не спрашиваю ни у кого никаких консультаций и мнений. Я предлагаю исключительно свою позицию, свою точку зрения и свое видение. То есть для меня это идеальное облачение, оно никогда не будет вычурным, лишним или безвкусным, и вас никогда в этом наряде не осудят, и вы будете чувствовать себя комфортно, и это подходит для любого возраста, нет ограничений. А фигуру мы корректируем кроем, поэтому это да, это палочка-выручалочка, я не вижу это в другом цвете. Были варианты, когда я запускала капсулы цветные, мы делали... Всего два оценка, да? Да. Повезло всего двум цветам. Абсолютно верно. И я решила эту лавочку грыть. Это красный, да, и какой-то постельный был оценочек. Красный и молочный. Молочный цвет мы делали с Леной летучие капсулы в прошлом году. Это было связано с тем, что для Лены, как для нашего амбассадора, я отшиваю платье в молочном цвете, потому что этот цвет, он с ней ассоциируется. Она очень часто его выгуливает, ей удобно и на телевидении, и на каких-то своих больших мероприятиях. То есть у нее есть и черные, и дубли белые. Хорошо. Вот, и мы решили это предложить всем, но я вижу только Лену в этих платьях, поэтому лавочка прикрыта. Есть только черные. Однако исключения бывают, но они крайне-крайне редки, да? Я знаю, что ты рассказывала, что это действительно очень дорого обходится, потому что нужно отдельно закупать, отдельные тона. А вот черные абсолютно в любом исполнении. Это, я так понимаю, все самые лучшие ткани, которые могут быть в основном итальянские, да? Правильно я говорю? Мы покупаем ткани в Италии, я очень люблю фактуру какую-то, чтобы изделие было интересно. Мало того, оно должно быть красиво по силуэту, но у него должна быть какая-то наполненность. И это фактически чуть ли не единственное, с чем я могу экспериментировать по этому тканью. У нас есть несколько видео, давайте одно из них посмотрим прямо сейчас. Валя, тебя попрошу прокомментировать для тех наших слушателей, которые сейчас едут, например, в автомобиле и только по этой причине не смотрят нас, а слушают. Запускайте, пожалуйста, и нам заодно покажите. Это... Что мы смотрим, Оль? Мы смотрим небольшое видео, посвященное презентации осенне-зимней коллекции. Это моя любимая модель Алина. Демонстрирует нам в таком кукольном хоррор-муви, который для нас специально делают, когда мы организовываем съемку. Алина, надо сказать, наверное, несколько лет уже с тобой работает. Алина, да, моя любимая куколка. У вас какая-то связь, прям кармическая, надо сказать, мне кажется. Вы знаете, это связано с тем, что у меня есть на все фактически, у меня есть очень четкое представление, что я бы хотела видеть. Вот, допустим, свою идеальную модель я представляла так. И я встретила этого человека живого, настоящего, вот такая, какая она есть. И это счастье, конечно, поймать, это как поймать удачу за хвост. То есть у меня есть определенный образ, я встречаю его в реальности. Это касается и моего мужа, и Лена, моя подруга, мой амбассадор, моя модель, мои помощники, то есть люди в моей команде. То есть это абсолютно то, что я сначала представляю внутри. То есть это тоже какая-то магия, мне кажется. А потом я встречаю это в реальности. Ну, это замечательный пример того, что действительно работают подобные техники, и нужно просто не лениться, а постараться подумать и сделать. Оль, ну, буквально через несколько дней юбилей у бренда Якубович, пять лет, очень красивая дата. Конечно, может быть, тут скажешь, что, ну, пять лет, это же еще там, это же еще не сорок пять, скажем так. Но я уверена, что ты скажешь совершенно другие слова, потому что это колоссальный путь, труд. Много всего было. И мне кажется, достаточно насыщенно, но я горжусь этим проектом, и что складывается все именно так, как я планировала. И ровно то, что мы закладывали по годам, потому что я писала план, что я должна сделать там через год, через два. И на пятилетку ты писала? На пятилетку я писала этот план, и все, как я хотела, все складывается, и мы сделали показы, и у нас большое количество поклонников, и модели выглядят ровно так, как я бы хотела. Я очень хотела покупать ткани в Италии, и мы туда специально летаем за ними. Я очень хотела работать с отделкой из натурального меха. У нас есть такие платья. У нас есть кутюрные платья с корсетами внутри, которые абсолютно меняют фигуру. И я очень горжусь тем, что нас любят селебрити и глянцевые журналы. Это, конечно, очень приятно. Ну, и, конечно, я думаю, что благодаря тебе и на черный цвет многие тоже смотрят иначе. Это точно? Я надеюсь. Да, так оно и есть. Оль, ну а если пять лет назад поговорить о том времени, почему именно 11 февраля, откуда, с какого момента берется отчет, с какого события? Ой, это так банально. С того самого душа, когда ты стояла, нет? Нет, нет, если считать с душа, то это чуть больше, а 11 февраля это регистрация ИП. Так, ну, зато все понятно. То есть хотя бы есть от чего-то отчет, потому что я не помнила дату какую-то, а моя помощница Юлечка, она следит за моими документами, слава богу, хоть кто-то. Вот, и она мне просто говорит, господи, у нас же пятилетие на днях. Как? Срочно начинаем готовиться все. Да, 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 черные шары и феверки, да. Ну, а первый показ прошел когда? Я знаю, что московский большой, красивый, он, получается, в прошлом году, 2018, да? Да, да, да. Как раз ты представляла коллекцию, что там, получается, была весна, зима, весна? Я не совсем попадаю в показы, то есть правильно для закупщиков делать показ на сезон вперед. Я показываю сезон. Что хочу, ты показываю, правильно. Да, да, да. Но, знаете, мне кажется, что... За это мы Олю любим тоже. Ну, я показываю то, что девочки носите сейчас. Конечно, абсолютно верно, да. Да, тут так непонятно, почему это зимой показывают. Во-первых, я еще не знаю, какая я буду летом, может быть, я похудею, может, я, наоборот, поправлюсь, да? А тут я понимаю, что все, вот это мне подойдет, мне нравится, да. Точно, так я и показывала. То есть я показывала осень-зима, вот, которая сейчас уже подходит к концу. И сейчас будет еще один показ, и я буду демонстрировать лето. Поскольку мы сейчас немного работаем с закупщиками, с байерами, пока что действуем по такой схеме. Давайте еще посмотрим видео. Вот что касается лета, я знаю, что тебе тоже часто задают вопрос, но летом же черные цвета, это же невозможно носить. Как, что? О, ну, Ольга, на это тоже есть свой ответ, заготовленный. Есть все заготовочки. Ольга, что, ну, ответ короткий там, в общем, есть хорошие ткани, да, которые позволяют тебе решать. Оль, что мы сейчас видим? Это что за видео? Это видео, которое тоже делалось специально для бэкстейджа на показе. Это видео демонстрировалось во время фэшн-шоу, которое прошло в начале осени. И это как бы мудборд и такое вдохновение, то, что олицетворяет наш бренд. Там много картинок, связанных с ведьмовством и со всяким колдовством, но это исключительно картинки. То есть мы не практикуем ни черную, ни белую магию, а исключительно техники, которые всем известны. И они все позитивные и направлены исключительно на добро, на любовь и все такое. И на семью девочки, милые, я должна сказать, уже, ну, в общем, я думаю, что десятки, десятки, а то может быть даже и сотни счастливых обладательниц платьев Ольги Якубович, которые помогли им обрести семейное счастье. Ой, это же очень важно. Да, это тоже очень приятный аспект в моей работе. Ну, во-первых, я, когда говорю, что платье как волшебная палочка, и я колдую, я так и говорю, что я колдую над платьями, имеется в виду не то, что я их посыпаю какими-то там специальными порошками, я не знаю, что люди вкладывают, когда они думают, что это нехорошее, а я думаю о том, что мне бы хотелось, чтобы женщина, которая одевала это платье, она привлекала необходимое, желанное для себя. То есть это определенные ресурсы, это определенные люди, в том числе, естественно, красивая женщина, она хочет нравиться, она хочет нравиться мужчинам и своему любимому мужчине. А если у нее нет любимого мужчины, она, значит, его ищет. И значит, платье послужит как приманкой для ее любимого мужчины. И слава богу, это работает. Есть абсолютно реальные истории, когда девочки, девушки, женщины отправлялись в своем платье на первое свидание, которое привело потом к замужеству, к детям. Ну, не магия ли, вот действительно, как бы после этого ты обязательно потянешься в Инстаграм, найдешь сайт Ольги Якубовича. Ну, как он правильно звучит, давай назовем его сразу. Якубович.ком, очень просто. Ну, да, и сразу нужно будет выбирать и готовиться к первому свиданию, и не сомневаться, что все сложится просто, отлично и великолепно. О, чудесное образование. Спасибо. Далеко, наверное, не каждый дизайнер, не только в нашей стране и за рубежом, может похвастаться. Одно образование получено здесь у нас, в Москве, в России. Да. Это институт какой? МГТУ имени Косыгина на Ленинском проспекте. А, то есть там, например, дизайнер по профессии ты попросилась? Да, конечно, модельер по женскому костюму. Шесть лет? Да, шесть лет я отучилась. Это же как, это медики и дизайнеры у нас по шесть лет учатся? Дело в том, что нет, там пятилетний курс образования, но поскольку я родила и сразу же поступала, то я не успела на дневное отделение, а вечернее отделение — это шестилетки. Вот оно что. Я отучилась год на вечернем, перевелась на дневное и пять лет отучилась на дневное. И еще продолжала воспитывать доченьку новорожденную. Да, нам в этом году восемнадцать лет. Ну, она невероятная умница, она тебе является сейчас и правой рукой, помощницей во многих твоих проектах. Ну, значит ли это, что и дальнейшая ее тоже профессия будет связана так или иначе с фэшн-индустрией? Сейчас она занимается конным спортом достаточно успешно, и у нее тренировки каждый день. Но, как показала практика, ее помощь была невероятной на показах, и организации людей, и сбор гостей, и рассылка пригласительных. Я была потрясена своим ребенком, если честно. Я совершенно не знала, что она обладает такими способностями медийными, так скажем. И мы начали задумываться о том, чтобы получить образование именно в этой среде. То есть, может быть, не конный спорт, а все-таки какой-то медиа. Ну, а потом можно и другое образование получить и так далее, и бесконечно. Конечно. Оля, очень интересный момент. Ты рассказывала в интервью, что как раз когда ты училась в институте, ты одевалась очень ярко и даже вызывающе. Да. Это какие-то лосины, это яркие, невероятно топы и сумки. И самое главное, что это стрипы, так называемые туфли для стрипсиза. Да. Вот на таких каблуках. Я не преубеличиваю. Вы знаете, я до сих пор их обожаю, и так сложилось. Но, опять же, я повторюсь, я не слежу за модой. Я не знаю, в силу чего. То есть, в силу профессии почему-то я так не стала за ними следить. То есть, я знаю, какие есть тенденции, но они, поскольку не совсем мне подходят, я ими не пользуюсь. То есть, это исключительно информационно. Да, правильно. Потому что это заразно очень. Они друг от друга посмотрят, поэтому очень похожие коллекции выпускают. Наверное. И в институте я одевалась, я очень любила, да, высокие шпильки и туфли стриптизерские. То есть, на тот момент дизайнеры, такие как Заноти или Кассаде, они не выпускали таких туфель, то есть, были просто обычные. Но спустя несколько лет, большая удача, не надо было покупать стриптизерские, появились они нормальные, нормальные бренды. Но хочу сказать, что стриптизерская обувь очень удобная. Да, платформа высоченная. Там высокая платформа, а подъем не очень высокий, поэтому ты можешь ходить на них 10 часов, и ноги не устают. И вот сейчас девочки, которые занимаются стриптизом, или, может быть, просто девочки, которые любят так одеваться, Саша Крузова, ну вот же, могла стать просто нашей богиней. Что пошло не так, Оль, потом? Или наоборот так? Вы знаете, вот я ярко очень одевалась, но не цвета, опять же, я одевалась в черное в основном. Это было, скорее, просто провокционно очень. Это, наверное, я искала себя, или я не знаю. Ну, я не знаю, в общем, это переходный возраст, затянувшийся. Протест, нет, не знаю, что-то. Да, я делала какие-то страшные работы, которые пугали весь институт, меня и отчисляли. И, в общем, это было, да, очень скандально. Да-да-да, были скандалы, я не знаю, может быть, смотрят кто-то из моих преподавателей. Ну, если они только смотрят, они только гордиться могут сейчас. Ну, не знаю, на тот момент они совершенно не гордились, они думали, что я не в себе, мне кажется. И удивительным образом с этими же работами, за которые меня отчисляли с Косыгина, меня приняли в Марангоне. Да, и это было просто вот так, то есть приходите, ради бога, очень интересно. И, пожалуйста, учитесь. Я там училась 10 лет назад, и мне в прошлом году предложили стать амбассадором Марангоне в России. То есть я сейчас являюсь их представителем, несмотря на то, что это было... Конечно, когда я там училась, это просто был ужас. Мне было очень тяжело, и я им рассказывала, когда они меня пригласили, я им говорю, мне было так тяжело. В общем, я у вас тут с ума сходила, я рыдала и хотела вообще, чтобы мне прислали успокоительные какие-то. Это было очень тяжело. А почему? С чем это связано? Они к тебе относились... Ну, я не знаю так, потому что ты из России или, может быть, потому что тоже им казалось, что ты... Нет, там как раз твои работы... Это только в России ко мне вот так относятся до сих пор, между прочим. Ну, то есть до сих пор некоторые думают, что у нас логотип — это какой-то знак масонский или что-то такое. Несмотря на то, что я всё время объясняю и говорю, что это не так. Это мои инициалы, и в них нет никаких проклятий, и я не колдую, и никого не проклинаю, и не вражу. Ну, тем не менее. А в Европе совершенно иначе обстоят дела, так же, как в Америке. Это у них очень модно, и это яркие образы у них воспринимаются прямо на ура. То есть тебя фотографируют на улицах люди, эта индустрия к этому очень серьёзно относится. Если ты действительно выделяешься из толпы, они к тебе относятся прямо с благоговением. А меня называли в Морангоне «Дарк Леди», потому что все мои ресёрчи, они были, естественно, по этой же теме. И там у меня были какие-то, я даже не знаю, стоит так говорить еще. Стоит отрубленные головы, которые там стекали, и это всё превращалось в какие-то штуки. То есть любые проекты, которые я делала, они были в такой мрачной теме. Ну и тем самым ты отличалась очень здорово, я уверена, просто от остальных. Оль, а вас же заставляли ходить и наблюдать по улицам за модой, за то, что происходит. Ты вот это наблюдала, скажи, пожалуйста, где, на каких улицах Милана? Вы знаете, меня очень изменил вообще Милан, то, как я стала одеваться и вообще. А задание у нас было, ты ходишь с фотиком, тогда не было телефонов, на которых можно фотографировать. У меня была мыльница, и ты ходишь по каким-то людным местам, не таким, где туристы, а где больше всё-таки местных. И выискиваешь каких-то интересно одетых людей. Это могут быть бабули с дедулей, это могут быть дети, это могут быть бомжи, это могут быть совершенно разные люди, просто интересно одетые. Ты подходишь и говоришь, извините, можно я вас сфотографирую, фоткаешь, делаешь глубокое исследование, и таким образом вычленяются тенденции в моде, собственно, так это делается. А будущих сезонов, я так понимаю, да? Да, 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 да. Олька, ну ты же сейчас так не делаешь? Нет. Не уверена. Нет. Мы это видим по твоим блистательным показам, и мы обязательно продолжим наше общение. После небольшой паузы оставайтесь. Продолжается программа. У нас сегодня в гостях дизайнер Ольга Якубович, основательница бренда Якубович. И мы продолжаем говорить. До ухода на нашу музыкальную паузу Ольга нам рассказывала про обучение в институте в Милане, Маргоне, и о том, как не сладко там приходилось и трудиться, и тяжело очень, потому что обучение на двух языках, ну и достаточно объем знаний очень огромный, который нужно и усвоить, еще и выполнить задания. В общем, все сдано успешно, Ольга. Конечно. И по сей день, я знаю, что те итальянцы говорят, что видят в твоем творчестве школу итальянскую. Да, они видят во мне. Мне 6 лет российская. Да, да, из нашего института никто меня не вспоминает. Только Марангоне. А вот итальянцы говорят, наша девочка, наша. Да, 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 они очень гордятся своими выпускниками, которые чего-то добиваются. Они очень поддерживают, дают колоссальную поддержку всестороннюю, и они мне помогали участвовать в моем первом показе в Москве. И связями с общественностью они сейчас помогают в Италии организовывать какие-то встречи. То есть это действительно уникальное место и поддержка неоценимая. А дипломная работа была какая-то? Да, конечно. Что это было? Это уже было примерно то, что мы сейчас можем увидеть в шоуруме и на подиумах от Ольги Якубовича. Да, вы знаете, ничего не изменилось из-за прошествия и обучения и в Москве, и в Италии. Я как делала, одно из ваших, так и делаю. Делаю, что у меня получается хорошо, что мне очень нравится, что мне идет. Да, я просто углубляюсь и делаю это лучше. У меня появляется возможность использовать более дорогие ткани, улучшать производство, делать какие-то более уникальные детали, например, пуговицы с логотипами или какие-то серебряные аксессуары. То есть то, к чему я стремлюсь, я очень люблю аксессуары и маленькие вещи, на которых, собственно, за что глаз и цепляется. То есть я это внедряю в свои изделия. Маленькое черное платье, но при этом оно чудесно смотрится с маленькой черненькой сумочкой и с маленькими черненькими сережками, да, Оль? В твоем понимании, то есть не может быть здесь никакого тумача. То есть черного много не бывает. Ну, я люблю, я люблю очень винтажные аксессуары и бижутерию, я люблю винтажные сумки, потом сумки, и на сегодняшнее дело делают очень классные дизайнеры. И сейчас же была тенденция несколько лет интерпретации ретро-аксессуаров, как бы переделывание их в новые, да, так скажем. Это очень удобно в моем случае, потому что я могу ими пользоваться, они очень подходят по стилистике. Оль, ты вернулась из Милана, и каковы твои были первые шаги? Ох, шок у меня был. Я пыталась устроиться на работу, и никто меня не брал. А кем ты хотела устроиться? В какие-то дома дизайнерские? Я пыталась любую работу найти, и я не могла найти. Я пыталась устраиваться и продавцом, и дизайнером, и ассистентом, и помощником, мне не брали никуда. Это с таким образованием, красивую молодую девушку. Да, это удивительно, конечно. А это потому что небеса сюда вмешались 100%, иначе бы ты... Просто мне поставили блог, по-моему, в черном листе, я была везде. Просто, ну, это ужасно. И потом у нас был проект в Лос-Анджелесе, я делала футболки, да. Ну, там как-то не пошел этот проект, и я вернулась в Москву. Два года я прожила в Лос-Анджелесе, вернулась. Здесь опять я попыталась работать кем-нибудь хотя бы. Работала в шоуруме продавцом. То есть такая невесть работа. Ну, полезная, конечно, работа с брендами и с одеждой, это очень хороший опыт. Тоже опыт был получен определенный. Да, ну, как бы, получая такое образование, все-таки рассчитываешь на нечто большее. Конечно. Тем более, когда ты рисуешь в детстве, когда ты только не хочешь быть модельером, и больше никем себя другим не представляешь. Да. Ну и дальше, какой момент был вот этот вот волшебный? Момент истинный, да. Я искала работу, и никто меня не брал, и мой папа сжалился надо мной, взял меня к себе на работу, хотя это совершенно вообще не относится к... не то, что ни одной, а просто другой абсолютный вектор спутниковой телесистемы. Я была менеджером по продаже спутниковых тарелок. Вот. И единственное, что я... Ну, потому что продажи выросли в тот момент, скорее всего. Точно. Все приходили на меня смотреть как просто на зрелище какое-то, потому что там же работают инженеры, а я хожу по офису в тапочках-зайчиках и ношу папе суп. И все, что я могла делать. Вот. Но это послужило колоссальным такой возможностью. Я собрала... Ну, поскольку мне там особенно делать нечего, я ничего не могла понять вообще, потому что это просто какая-то терминология, это даже не другой язык, это мир какой-то другой. Я абсолютно ничего не понимала, невзирая на папину помощь. Вот. Я просто сидела и тосковала там. И в какой-то момент я начала собирать образы и формировать то, что мне бы хотелось, я мечтала, потому что у меня было достаточно много времени. И у папы я работала ровно 9 месяцев. И за эти 9 месяцев я... Выносила коллекцию. Выносила не коллекцию, а бренд. То есть это сложилась вся картинка, как это должно быть. И то, что я бы хотела, и что бы я хотела производить. И изначально это было 7 платьев, поскольку я на работу ходила, вот, и мне надо было что-то носить. И я думала о том, что мне нужно просто каждый день одевать какое-то новое платье, и как бы оно выглядело. И поэтому это было 7 платьев, которые... Работы без выходных была, Оля бы сразу понимала. Нет, нет, выходные были, но в выходные же ты тоже одеваешься, куда-то ходишь. Согласна. Вот. Это тоже должно быть платье. Да, это должно быть платье, потому что, на мой взгляд, женщина должна ходить в платье. Я за это гендерасцеление. Вот, без всяких там... Спасибо тебе отдельно за это. Оно. Правда, искренне. Вот, мужчины должны выглядеть как супермены с шраченными плечами и узкими бедрами, а женщины должны выглядеть как восьмерка и завораживать просто красотой своей. Оночка, ты выносила 7 платьев эти. Дальше что? Закупка материала случилась. Да, потихонечку, то есть у меня не было большой финансовой поддержки. Слава богу, опять мой папа и мама, они меня поддержали. Не, конечно, не огромными деньгами, потому что такой возможности нет. Не знаю, к счастью или к сожалению, сколько дали, и то спасибо. И я купила немного, ну это все понемножечку, немножечко ткани купила, одно отшила. Еще размножила их, сделала размеры. Вот, потихонечку их продала. Первые платья я продавала у себя дома, то есть ко мне приезжали люди домой. А шила ты сама, собственно, ручно? Нет, тоже нашла маленькое производство, на котором мне помогли это все отшить. И вот так, по чуть-чуть, по чуть-чуть это все увеличивалось. Я первые модели развозила девушкам, сама ездила, колесила по Москве, я таскала рулоны ткани. То есть я просто одевалась так всегда. И сама рекламировала свой бренд? Нет, я не об этом. Дело в том, что я все время на шпильках и в платье. Когда нужно тащить три рулона ткани, ты также их тащишь на шпильках и в платье, и у тебя трясутся руки, но ты все равно их волочишь по лестнице. А мужчин, конечно, как обычно, не бывает рядом в этот момент. Поэтому через все это пришлось пройти. Но это отличный опыт, я знаю, как бывает тяжело моим сотрудникам. Оля, когда эскизы создавались, ты пересматривала голливудские старые фильмы 50-х, 60-х. Что? Или ты уже на тот момент получила колоссальный багаж, пересмотрев все эти фильмы? Ну, естественно, обучаясь, ты всю эту историю моды знала, и тебе было уже достаточно. Все уже в твоей голове происходило просто... Я нескончаемо использую ресерчи и смотрю фильмы, смотрю новые фильмы, ищу новые какие-то зацепки. Детально рассматриваю фильмы, то есть я смотрю, кто во что одет. Я не смотрю на сюжет, я останавливаю на паузу и разглядываю... Да, конечно, что там сценаристы, великие режиссеры тратили всю жизнь на создание этих шедевров. Мы посмотрим, в чем там... Да, кто там во что одет, кстати. Вот. И, ну, конечно, история моды и колоссальный пласт образования, они тоже влияют... Я не знаю, как точно это все формируется, но мне кажется, что я хорошо чувствую и форму, и объемы, и у меня не бывает никаких диспропорций, которые я периодически вижу у каких-то других дизайнеров, и мне это, например, режет глаз. То есть, на мой взгляд, торс должен быть короткий, ноги должны быть очень длинные, руки должны быть аккуратные, и щиколотки должны быть узкие, талии тоненькие, вот. А как же так вот, чтобы какой-то бомберс, под него висит еще футболка, а сверху желательно еще какая-нибудь курточка такая, такая со спущенным плечом тоже, какие-то невероятно удобные, огромные кроссовки, это все... Я не осуждаю это, это имеет место быть, все, что угодно имеет место быть. Я, когда была подростком, я одевалась вообще как не знаю кто, и мне было все равно, что такие низкие брюки, они компрометируют вообще общественность, потому что они держались, я даже не знаю на чем. И подростки носят это, и для них одежда, которую я произвожу, она просто им не подходит. А это для определенного уже уровня, когда ты знаешь, чего ты хочешь, ты знаешь, как ты это сделаешь, и я предлагаю просто, так скажем, инструмент. Давайте посмотрим видео, попросим также Олю рассказать, что сейчас на наших экранах появляется. Бэкстейдж это такое. Да, это наш первый показ. Девочки репетируют, а я комментирую, что надо делать. Это было, конечно, очень волнительно, потому что мероприятие очень масштабное. И я, конечно, бесконечно признательна моему институту в Марангоне за возможность участвовать там, потому что я бы сама, наверное, не решилась. Это благодаря, конечно, им. Ну вот тебе пришлось, конечно, целиком и полностью контролировать весь этот процесс, да? Я думаю, что да, и работники, которые были привлечены, не могу сказать, что я недовольна. Я всегда всем недовольна, потому что я перфекционистка, со мной сложно работать в этом плане. Мне всегда все не так, мне нужно все исправить, изменить, доделать, улучшить. И процесс улучшения, он бесконечный. Ой, что касается зрачков, скажи, пожалуйста, кто Эл-Джей вдохновил тебя? Я не знала, кто это, представляете? Я думаю, боже мой, почему мне пишут, кто такой Эл-Джей? Я думаю, боже, это провал какой-то в моем образовании. Может быть, это какой-то актер, или это какой-то персонаж. Может, дизайнер какой-то величайший. Да, я не понимаю, почему, что за Эл-Джей какие-то. Я полезла в интернет смотреть, кто такой Эл-Джей. Так, вот и увидела. Да, это певец. Непонятно, какое отношение мы имеем друг к другу. Зрачками только. Зрачками, да. Но, на самом деле, я хотела своими линзами у моделей продемонстрировать то, что это некое потустороннее внутри женщины. Это то, что это та магия, о которой я говорю. То есть, Якубо, witch, witch, магия, колдовство, волшебство. Это было отображено, так скажем, в образе. И ярчайшее, что можно показать, и первое, что заметно, это глаза. Вот. Только и всего. Я очень хочу, чтобы, друзья, обязательно, особенно, конечно, наши зрительницы, слушательницы, заглянули на сайт. Ольги посмотрели все чудесные работы. Ну, а кроме прочего, работает и шоурум. Да, Ольп, записываться нужно, конечно, заранее, я так понимаю. Не обязательно записываться. Мы работаем, да. Мы работаем каждый день, кроме воскресенья, с часу до девяти. И, в общем, можно просто приехать. Успеть можно. Можно, давай, после работы идем, адрес давай назовем. Столешников 7, дробь 2. Так что, да, милости просим. Ну, и можно будет там все померить. Конечно, конечно. Измерить. Ну, а что касается, если что-то не подойдет, например, там где-то размер, где-то убавить, где-то размер груди, или вы основываетесь только на пошиве индивидуальном каждый раз на человека? Я не могу сказать, что это прямо индивидуальный пошив. У нас есть очень много платьев, из которых можно что-то выбрать. И если что-то где-то не сидит, хотя это редкий случай, можно это скорректировать. И у нас производство, оно тоже находится в центре. Это все очень оперативно делается. Оль, написано, что доставка по всему миру осуществляется, да, по всему земному шару. Это очень удобно. Так что, если вы в странах ближнего зарубежья, где-то подальше, за границей, в общем, тоже этот вопрос можно очень легко и легко решить. Но что касается вот таких вот доставок, все-таки далеко куда-то, когда ты не сдать, ни на примерки не сможешь. Здесь как вопрос решается. Какие-то точные мерки с ним... Нам доверяют люди. И вот недавно у нас была отправка в Африку. Ну, поскольку этим занимается моя помощница, я не всегда вижу клиентов, которые заказывают. То есть если какой-то спорный вопрос, то, конечно, это координируется все со мной, потому что даже визуально можно посмотреть на женщину и прикинуть, что бы ей подошло, или какие нюансы нужно учесть. И это, конечно, принципиально важно. Да и мне это важно, чтобы человек получил заказ и остался доволен, и не был разочарован, что к нему полтора месяца шло платье, потому что в Африку это прямо очень долго идет. Ну да. Как раз к следующему сезону, наверное, примерно так. Слава богу, они все базовые и подходят к любому сезону. Она заказывала индивидуальное платье, и она была очень довольна. Олечка, я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели видео, оно достаточно продолжительное, но так сколько успеем, посмотрим. И это как раз, я так полагаю, показ осенний. Что касается нового показа, он когда случится? Показ будет в начале апреля. Это уже скоро? Да. И то есть сейчас как раз уже идет пошив, или ты пока еще на стадии эскизов? Нет, нет, нет. Все уже давно утверждено, отрабатывается, сейчас все собирается, и уже начинается такой сумасшедший дом с подготовкой к показу. Это учитывая еще тот факт, что маленький сынок, 8 месяцев сегодня. Да, сегодня 8 месяцев. Поздравляем, поздравляем. Спасибо большое. Чудесного малыша, пусть он будет здоров, очень долго, 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 долго живет и будет самым счастливым парнем на свете. Конечно, вопрос такой, Оль, как тебе вот теперь все это дело совмещать? Когда показано на сумму, когда... Хотя тебе не привыкать, конечно, ты знаешь, что это такое. Да, это не самое сложное. Я могу сказать, что будучи с токсикозом, значительно сложнее работать. Сейчас вообще нет проблем, не нужно таскать животик сладкий, который весит тонну целую, ноги отваливаются. Сейчас нет проблем, мне помогает очень, конечно, мой муж и моя мама. Они перехватывают меня, поддерживают и очень с большим и глубоким пониманием относятся к моему делу. Всегда меня отпускают и дают возможность развиваться, потому что останавливаться, конечно, нельзя. Здесь нужно двигаться. Появление еще одного мужчины, маленького, в твоей жизни, скажи, оно каким-то образом изменило твой взгляд? Может быть, не знаю, какие-то новые идеи, тебя посещают какие-то новые планы? Вы знаете, я пропагандирую образ цельной семьи, мужчины с женщиной, которые продолжают свой род и рожают деток. И хочу сказать, что для меня это был очень непростой шаг и в силу возраста, и в силу занятости. Но я могу сказать всем девочкам, которые переживают, сомневаются, что дети — это чудо, которое дает колоссальный, колоссальный пинок. Ужасное слово. Но зато действенное, надо сказать. Энергетически — это колоссальный поток, который тебе дается вместе с малышом. И все твои планы, и все твои даже большие мечты, они тебе дарятся бонусом. Просто благодарность за то, что ты даришь жизнь человеку. Мы продолжаем смотреть по ходу дела, по ходу нашей беседы с Ольгой, конечно, показ. Я вижу даже невероятно завороженные лица в зале, это их показывают просто с открытыми глазами и челюстями. Это, конечно, очень-очень впечатляет. Оль, что будет весной? Это будет черный цвет? Да, конечно, это будет черный цвет. Я не планирую никого шокировать. Это будут черные, идеальные черные платья, это будут пляжные комплекты, это будут шелка и батисты. И просто предложение на лето, в чем можно прекрасно себя чувствовать, что можно одеть на работу, в офис, на свидание, что можно одеть в городе, в чем можно поехать путешествовать. Это просто еще много идеальных черных платьев. Скажи, пожалуйста, как тебе кажется, вот ты сама себе не усложняешь задачу тем, что ты работаешь с одним цветом только? Тоже меня спрашивали неоднократно и предлагали мне как-то это все развивать, но я просто не могу. Я это делаю не просто так, потому что я лично выбрала эту тему, и я просто такая настойчивая. Принципиально. Да, не буду шить, и все, в другом цвете. Вовсе нет, я это делаю просто потому, что я не могу иначе. То есть я вижу это так, женщины я вижу именно так, цвет я воспринимаю черный. Мне с ним не просто комфортно работать, а я не знаю, как работать с другим, я не умею, я не могу. Я могу делать только это, я не могу делать больше ничего другого. Я делаю только это, хочу делать это лучше всех, и ни на что другое не покушаюсь, потому что я не сделаю это лучше всех. Что касается каких-то вот таких хитростей, тех самых волшебных палочек, выручалочек, Оль, расскажи о некоторых хотя бы, ну о том, как украсить и усовершенствовать фигуру женщины, что используешь ты в своих платьях. Какие-то специальные там пушапы есть, да? Да, это такие небольшие, ну я могу сказать, что это интимные такие процессы, женские, которые я предлагаю своим клиенткам. Это, ну вот поскольку я недавно столкнулась с сильным увеличением своего веса, меня часто спрашивают... Можно я скажу даже, да? Ты об этом искренне пишешь у себя в соцсетях, о том, что ты во время беременности поправилась на 22 килограмма и похудела на 27. То есть сразу же после того, как родилась? Ну не сразу же, прям. Ну достаточно быстро. Да, 4 месяца потребовалось, на это 5 месяцев. Да, это достаточно быстро, но стресс у меня от этого был такой глубины, что мне показалось, что это было несколько лет. И я была в теле, о котором девушки меня спрашивают, то есть они говорят, конечно, с такой фигурой, чего там вообще делать? Хоть что одень, и все хорошо. Хорошо. Нет, я знаю, что такое сложная фигура. Я в ней недавно была. Конечно, нужно заниматься своим телом, то есть я все-таки агитирую народ, питаться правильно, заниматься спортом, делать массажи и следить за собой. Но, если такой возможности нет или что-то там не получается, я носила корсеты, которые утягивают и живот, и бока, и делают фигуру в один миг. Они делают ее уже аппетитной, даже если вы в размере, который близится к L. Я обычно ношу XSS, то есть для меня это было криминально. И я также хорошо выглядела, потому что можно одеться определенным образом, чтобы все равно выглядеть привлекательно, даже в размерах, которые больше модельных стандартов. Нас очень часто обвиняют в том, что мы показываем одежду на суперхудых девушках, и это выглядит не очень привлекательно для девушек, которые более плотного телосложения. Не могу сказать. Вот и мой муж подтвердит, что можно выглядеть очень вкусно. Но, используя определенные секреты, я предлагаю носить определенную длину, не открывая ноги, потому что тяжелый низ. Бывают фигуры, которые достаточно плотные, но с худыми ногами, тогда ради бога. Но если это тяжелый низ, то ноги лучше закрывать. И щиколотки, и запястья, это всегда достаточно хрупкая зона, которую мы открываем, чтобы подчеркнуть силуэтность и облегчить ее. И корсеты, бюстье, бюстье, которые, если вас Господь одарил прекрасной грудью, грех ее скрывать. Или, может быть, хирург вас наделил такой грудью, что в наше время. Важно, да. Хирург или Господь, все, что угодно. У вас прекрасная грудь и достаточно большой размер. И в этом случае мы ни в коем случае грудь не прячем, а показываем и шею, и грудь. Если шея не нравится, шею мы закрываем газовым платком, например. Но грудь мы показываем, тем самым в корсете с декольте вы делаете очень красивую фигуру. Вот. И закрывая ноги, открывая только щиколотки, вы уже эффектная дама, даже если у вас 2ХЛ. Замечательные советы. Ну и, конечно, сразу же хочется все это непременно померить на себе и посмотреть, друзья. Все это абсолютно доступно. Было бы у вас, конечно, желание на это время. Заходите и на сайт официальный Ольги Якубович. Ну и, конечно, вот глядя сейчас на экраны, на ваших экранах тоже демонстрируются эти самые модели. Это как раз последняя крайняя коллекция. А приди буквально вот в апреле, мы с вами уже сможем наблюдать новую коллекцию. Оль, будем ждать тебя с новой коллекцией. Пожалуйста, приходи. С большим удовольствием, Сашенька. Потому что, да, это правда очень-очень интересно. Оль, вообще, что говорить? Если говорить о планировании, о правильном планировании, ты уже рассказываешь на собственном опыте, насколько это все четко работает. И супруг тоже был тобою запланирован, когда-то представлен в деталях. Абсолютно. Очень интересная история тоже о вашем знакомстве. Давай дадим практический вот такой вот совет. Ну, может быть, напомним даже, если кто-то попробовал однажды, или забыл, или что-то не получилось. И все-таки как представлять себе эту самую идеальную жизнь. Вот мужа. Детально. Прям цвет глаз, волос. Да, высадитесь. В рост. Сосредотачивайтесь, вспоминайте все, о чем вы мечтали. Я предлагаю для того, чтобы сконцентрироваться больше, ну, какими-то аксессуарами себя окружать, зажечь свечи, и это как бы помогает, да? И, может быть, сделать себе чай, какой-то приятный аромат. Это вас погружает в определенное состояние. В этом состоянии вы начинаете работать. И записывайте все, о чем вы мечтали. Но, пожалуйста, не забывайте ни о каких деталях из серии «Я мечтаю о мужчине». Жить там с ним всю жизнь, душа в душу, люблю, не могу, высокий, красивый качок. А разве нет, да не так? Так, но вы можете упустить момент, что этот мужчина может быть женат, например. Это должен быть свободный мужчина. Вы должны указать, какой заработок вы представляете, потому что это может быть очень красивый мужчина, который будет зарабатывать, допустим, меньше, чем вы, или вообще ничего, или он будет любить играть в компьютерные игры у вас дома, за которые вы будете платить. Это тоже будет не очень приятно. Нужно описывать все детально, особенно учитывая те моменты, которые могут вас в дальнейшем жутко раздражать. И чтобы не провоцировать то, что у вас определенно сбудется, лучше это исключить на листочке бумаги и детально все продумывать. То же самое касается и планирования рабочего процесса, да? Какое-то свое окружение ближайшего. У тебя, конечно же, на ближайшие пятилетку, а судя по всему, и на 10, и на 20 лет все прописано, да? Уже теперь там, слава богу, с личной жизнью все хорошо, хотя там только прибавление деток, наверное, еще. А что касается бренда, Якубович, расскажешь о чем-нибудь? Бренд Якубович? Как вообще-то считаешь, можно рассказывать? Да, конечно, я вообще ничего не скрываю, обычно очень откровенно. Во всем ничего, мы ничего не придумываем, и, может быть, это не очень хорошо, но я говорю как есть. Я очень хочу работать с Америкой и с Европой. Я хочу, чтобы платья, идеальные черные платья были во всем мире популярны, и чтобы нас все знали. И у всех женщин в мире была возможность пользоваться этим ресурсом, который, собственно, исключает проблемы, что же мне надеть? Вот это вот. Я очень хочу сделать показы в Париже и в Нью-Йорке, я не знаю, где получится. Очень хочется там открыть шоурумы. А в Москве я бы очень хотела открыть магазин. То есть это все в планах, в пять лет я очень надеюсь, что я смогу это все сделать. Уже учитывая, что есть уже любовь, есть уже и постоянные клиентки, те, которые уже преданные, они обязательно с повреждением каждой коллекции обязательно прикупят себе не одну модель. И пусть, конечно, эта любовь народная только растет, растет и растет. Спасибо. Я знаю, что и мужчины частенько тебя тоже благодарят за своих красивых женщин. Да, да, это удивительно. Буквально вчера мы работали, снимали ролик, и к нам пришел в шоурум мужчина. Мы даже не хотели дверь открывать, потому что мы не думали, что это к нам. А у нас рабочий процесс, у нас идут съемки, какой-то мужчина к нам в дверь. Вот. А на это мужчина привел свою девушку покупать платье. И действительно очень много мужчин... То есть это не она его привела, а он ее привел. Это он ее привел, она не знала про нас, это он ее привел. Я не знаю, откуда она знает, но это очень приятно. Где-то посмотрела, где-то, может быть, у Лены летучий то же самое в Инстаграм. Если подписан на нее, то, может быть, и там ее увидел. Да, может быть, может быть. Ну, а с Леной вы продолжаете сотрудничать, дружить, сотрудничать, там все очень-очень тесно. Ну, Лена моя муза, она идеальное воплощение женщины в моем представлении. Она абсолютно соответствует образу, который я использую за основу. Ну, знаете, вопрос, для кого я это создаю. Я представляю в первую очередь себя, что я надену, и как я буду в этом ходить, насколько это удобно. А во вторую очередь я представляю Лену, потому что это образ-носитель, который это все показывает идеальным образом, и это вписывается в ее жизнь, в концепцию ее жизни, в вещи, которые она пропагандирует, и, в общем, она идеальная. У нас сейчас небольшая пауза, оставайтесь, пожалуйста, с нами, и мы обязательно продолжим общаться с Ольгой. Продолжается программа, у нас сегодня в гостях дизайнер Ольга Якубович, и я уверена просто, друзья, что даже если вы когда-то не слышали эту фамилию, то сегодня вы убедились, что это действительно очень талантливый человек, это очень мега-классный дизайнер, и я счастлива и рада, что сегодня она у нас в гостях. Спасибо большое. И, конечно, да, горжусь, горжусь, и пусть мир трепещет в ожидании появления Ольги на подиумах самых громких-громких показов. Я хочу сейчас, чтобы мы с вами посмотрели буквально пару фотографий с личного инстаграма Ольги, и она нам разрешила это сделать, воспользоваться, и давайте, наверное, начнем вот с первой такой яркой картинки. Покажите нам, пожалуйста, вот. Вот что это такое, Ольга? Мы говорим практически целый час про черный цвет, черный цвет. Попалась! И вдруг леопард. И это ведь коллекция Ольги. Это не просто купленные где-то там. Очень люблю леопардовый принт, очень люблю. Я его ставлю на подкладки, но моя скорнярница мне показала шкурки козлика. Там был, помимо черного цвета, леопардовый. Фантастический он смотрится, и мне кажется, как комплектующая к черным платьям, это идеально. И совершенно я писала о том, что я не представляю, как можно не любить его, и вульгарно этим считать, что надо сделать, чтобы это стало вульгарным, потому что мне кажется, что леопардовая шуба — это шик. То есть мне кажется, что это невероятная классика. Я, да, соглашусь с тобой. Это шик, когда под этой шубой, наверное, роскошное черное платье Ольги Якубовичей. Тогда, да, конечно, здесь никакого не будет. Достаточно строгое. Без деталей, без всего. То есть ничего не нужно. Просто черное платье и шуба, и все. Больше ничего не нужно. Давайте посмотрим теперь следующие фотографии. И вот это, конечно, вообще отдельная история, совершенно отдельная песня, но не поговорить об этом я не могла не спросить Ольгу. Это спина Ольги, это крылья Ольги, но не настоящие, набитые, естественно, тату-мастером. Оль, там какая-то давняя история, что у тебя были маленькие крылышки сначала, но потом с годами ты нашла мастера. Да, красиво смотрится. Красиво очень. Хочется прям смотреть. Я же не вижу. Да, были маленькие крылышки сначала. Я еще в школе мечтала, я не знаю почему, я мечтала о татуировке крылья. И как только у меня появилась такая возможность, быстренько я их сделала. Собственно, мастера я не выбирала. Это был мастер, который моей подружке наколбасил какую-то малявочку, татуировочку на спине. Я думаю, вот оно, вот оно. Все, я бегу. Где он? Где он? Покажите мне. Все, я сажусь, и мне уже начинают делать татуировку. В общем, мы это сделали что-то там за один раз. Это было часов шесть. Мне сделали два крыла. Достаточно больно и тяжело это все прошло. Но по факту это не выглядело так, как я себе представляла. Это было похоже на наклейки. Хотя это были те же самые крылышки. Они были тоже окровавленные. И там были две капельки крови такие, очень аккуратненько. Но это было похоже на наклейку. И я долгое время искала мастера, который смог бы... Ну, то есть я уже серьезно подошла к процессу. Который смог бы воплотить то, что я хочу, чтобы они были настоящие. Чтобы это было уже осознанно, и я это посвятила своему ангелу-хранителю. Они окровавленные, потому что моя жизнь, она связана с некими переходами. И это не всегда приятно. Это часто болезненно. И я встретила Пашу-ангела. Известный очень татуировщик. Он по всему миру признанный. У него есть своя определенная техника, которую он придумал. И Паша согласился меня взять. Но только он мне сказал, чтобы переделать старую работу, нужно закрасить всю спину. Так. Ну, как бы, ты не готов это слышать, когда у тебя два маленьких крышка. То есть ты не готов закрашивать всю спину, если ты это не планировал. Во-первых, это долго, это очень дорого. И вообще сделать огромную татуировку, это сразу же тебя переносит в категорию других людей. Ты уже не обычный человек, а ты заколбашенный человек весь в татуировках. И как это объяснять родителям и вообще людям. Детям, в конце концов. Детям. Потому что это почему-то не беспокоило мои дети. Они меня понимают и принимают сразу же. Любой. Да, конечно. Вот. Но, тем не менее, зная уровень работы Паши, я согласилась. И мы эту работу делали полтора года. Это немыслимым просто. Да. Особенно девочкам, наверное, может, мальчикам попроще, как-то себе представляют это. Но и не зря делали-то. Мало того, что потрясающий результат. И самое главное, что ты невероятно довольна. И это, да, нужно рассматривать. Фотография нам не дает такую, конечно, возможность детально это, но при сильном увеличении. Но ведь еще нужно сказать, что получена награда. И весь мир уже рукоплескал этим крыльям. Да, да, да. В Милане, когда я жила, ребята приехали на тату-конвенцию. И поскольку мы там были вместе, я тоже выставлялась, как... Пашина работа в категории «Большая татуировка». Это надо понимать, там выставляются люди целиком закрашенные. То есть на них живого места нет. И тут я такой скромняш со своими крылышками. И когда я выходила на подиум с голой спиной, это надо было видеть зал. Это была такая живая реакция. По залу прям прокатилась такая волна. Хлопали и свистели, и все жюри выстроилось разглядывать мою спину. Они вскочили все. Потому что, ну, уровень, конечно, работы потрясающий. Там очень мелкая деталировка. Оль, что было внизу в этот момент? Юбка от Ольги Якубовича, может быть, какая-то забрендированная, забрендированная, чтобы было всем видно, что кто это, кто это, кто это. Ярлыком вывернутая. Нет, нет. Это была юбка 50-х годов, кстати. Аутентичная вещь, винтажная, которую я купила в Милане. Очень красивая, трапециевидная, узнаваемая вещь. То есть я была в этой юбке и закрывала впереди драпировкой. Оль, а с татуировками на этом завязали или нет? Или будут дальше еще какие-то... Еще две татуировки на руках. Они как бы продолжают тему. Они продолжают тему такое некое религиозное. То есть это ангел и это стигматы. Эту татуировку я сделала, когда вернулась из Милана. И мы опять же с моими друзьями поехали на питерскую тату-конвенцию. И мне снится сон там, что я хожу во сне, и мне мешает, мне щекотят ладони. Ну, что-то течет и щекотит, в общем, мне что-то не мешает. Я все время вытираю руки и пачкаю одежды, и это меня смутило. Я смотрю, значит, на руки, показываю их маме и говорю, «Мама, что это?» А мама мне говорит, «Оля, ну ты что? Это стигматы!» На этом я просыпаюсь. И поскольку я хорошо знаю всех мастеров, которые меня окружают, а работа тоже достаточно специфическая, и она, на первый взгляд, простая, на самом деле нет. Сложно передать натуральные раны, так скажем. То есть это тоже надо иметь определенный талант. И с нами был художник, который идеально это делает, просто лучший в этом. И Рома сделал мне эту татуировку. У него была окошечка ровно в два часа на конвенции, в который я идеально вписалась, и он, собственно, платил мой сон наяву. Я, правда, долго мучилась с этим сном, потому что люди думали, что я больная или прокаженная. И что-то еще будет на твоем теле? Нет, достаточно. На этом пока достаточно. Дальше только новые модели, новые платья. Уль, давай я попрошу тебя пройти к чудесному моделям, нашим моделям, к платьям, которые тобой сегодня любезно предоставлены нам на некоторое время. И хочу тебя спросить, тебе саму себя удается удивлять сейчас? Скажи, пожалуйста. Конечно. Да? Когда мне особенно удаются платья, я, ну, как сказать, удивляюсь, приятно удивляюсь и радуюсь. То есть это каждый раз, когда платье садится фантастическим образом, я удивляюсь. Вот наша камера напротив, я хочу, чтобы мы с тобой прям каждую модель, и, может быть, ты по несколько слов. Ну и, кроме всего прочего, друзья, конечно, Ольги, собственно, ее же работа и невероятной красоты. Спасибо. Ну, давай, начнем. Что это такое? Это кутюрное платье, которое расшито. Это кружево. То, что мы видели как раз на показе, на подъеме. Да, 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 оно полупрозрачное. Платье уникальное тем, что я раньше таких не делала, и очень хотела попробовать сделать прозрачное изделие, но в то же время, чтобы оно было носибельное. И здесь есть особенность. Да, и тут такое вот как бы пуговички, они как хребет идут, и когда ты стоишь боком, они так выступают, как маленькие позвоночники. То есть у меня такие странные ассоциации, но на самом деле это всегда выглядит очень элегантно. Это очень красиво, правда. Это тоже уже такое легендарное платье, можно сказать. Многие уже выгуливали это платье. Тоже одна из моих любимых моделей. Платье отделанное песцом, оно на кнопках, и на мой взгляд, это очень сексапильно, потому что, в принципе, можно дофантазировать, как это платье легко снимается, и оно очень туго сидит, вдохновлено оно. Картинка из фильма, будучи беременной, я смотрела какой-то сериал, шоу. Господи, как же это называется, сериал? Вы точно знаете. Женщину там погрыз крокодил. Старый очень фильм. Восьмидесятый. Подсказывайте быстренько, пожалуйста, нам звукорежиссер. Как же покрыть там крокодил ее? Эдем. Возвращение в Эдем. Конечно, да. И там была одета одна из актрис в платье с отделкой из меха, и я думаю, боже, боже мой, что это за богиня такая? Мне нужно это платье. И вот оно послужило, собственно, вдохновением. Это очень красиво. И кроме того, сейчас и не холодно, надо сказать. В нем не холодно. Это такое платье-пальто? Да, дальше посмотрим, что такое. Тоже совершенно новый эксперимент был в этом сезоне. Я хотела сделать грудь выточками, выделенную так, чтобы это напоминало крой 50-х годов, как носила Мерлин Монро. Для нее платье все ушивали специально, либо шили индивидуально. И мы сделали такие острые выточки, когда ты одеваешь это. Правда, это нужно носить без белья. Некоторых это смущает, но когда девушки одевают, они прям ахают от того, насколько это необычно. И платье очень закрытое, но оно достаточно провокционное именно по форме. И талию, конечно, затягивает еще и ремень. То есть оно такое супер S-образное у силуэта. Слушайте, как здорово! Давай дальше посмотрим. А это мы просто видим на... Это мое любимое платье. Платье Ида. Оно посвящено блогеру. У каждого платья есть название, имя есть. Да, они как мои детки, а у них у всех есть свое имя. У каждого есть своя история, потому что они не приходят как-то сами по себе. Они с чем-то все связаны. Конкретно это платье связано с блогером, которая выглядит как девушка из 50-х. Ее зовут Ида Вон Монстр. Можно тоже ее найти в соцсетях. Она действительно потрясающая. Она меня вдохновляет как персонаж. И, собственно, это платье для нее было создано. И я, конечно, обалдела, когда я его сделала, потому что оно меня удивило. Ну да, здорово. Это, собственно, то, с чего все начиналось. Это первое платье, которое я произвела. Это именно оно. Это платье из плотного джерси, которое можно носить каждый день на работу и менять аксессуары. Воротничок шелковый, он снимается. И платье остается абсолютно как основа для аксессуаров. То есть шарфы, бусы, пояса, браслеты, все что угодно. Как его зовут? Барби. Платье Барби. Потому что у Барби куча платьишек, куча костюмчиков. И когда мы росли, жизнь Барби была как мечта. Ну да, конечно. Это платье герцогини с отделкой из кружева тончайшего. Я очень люблю кружево солтис. Французское кружево, которое дает такое ощущение паутинки и роскоши одновременно. Оно трапециевидный фон. Достаточно длинное, но оставляет открытыми щиколотки. И от него такое ощущение, от его обладательницы, чего-то возвышенного и какой-то королевский двор. Поэтому, собственно, платье называется герцогиня. Уль, я думаю, что наши зрители и слушатели, вот даже уже по этим платьям, сейчас сами себе сказали, да, можно и в черном цвете выглядеть каждый день по-разному. Абсолютно. Но при этом и роскошно, и очень красиво. Я тебя искренне благодарю за нашу сегодняшнюю встречу. За знакомство мы поздравляем с наступающим пятилетием бренда Якубович. Конечно, растущей любви, невероятных новых, замечательных работ. Спасибо тебе огромное за то, что ты такая уникальная, искренняя, настоящая и верна себе, своим поклонницам, своим клиенткам. Ну и, честно, влюблены теперь мы тоже в твою работу. Спасибо большое. Спасибо тебе огромное. Спасибо. До новых встреч. Спасибо, друзья, всем за внимание. Спасибо. И знайте, пожалуйста, что этот бренд нужно не только смотреть, но, конечно, носить с огромной удовольствием. Да, нужно верить. Спасибо. Спасибо. Лучшее в стране.